ну что ребята давайте сделаем быстренько обзор сейчас все это распечатаем рыбу и на тарелочке я быстро ее порежу сначала попробуем потом уже затягивать перемотаем по запаху как называется форель кусочек вкусно фишка фишка вкуса 300 грамм мы взяли ее за пятьсот четыре рубля производитель сейчас ребята я нарежу разложу и каждый съезд по кусочку того 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 и скажем так у нас же у всех вкусы разные могут быть что-то нам смотри нравится а что-то детям нравится но вообще мы выбирали для обзора 3 более-менее нормальных по составу да я нету получается е211 который вызывает рак к сожалению в рыбу е211 пихают очень часто ну и соответственно если вы дорожите как-то здоровьем семье как бы если живете один то свою здоровью то старайтесь брать старайтесь брать рыбу без е211 читайте внимательно ну и вообще старайтесь читать читать состав чем меньше различных я тем лучше потому что я вызывает аллергию вызывают получаются различные болячки просто у нас уже кто-то не терпит уже кушает картошку так дальше у нас идет получается это у нас идет русская форель так русское море форель сколько грамм там 200 грамм фишка ты саша который первый нарезал состав форель соль поваренная пищевая то есть все вот 300 грамм это вот это вот рыбка сейчас саша будет нарезать русское море но вот это искусственно видно у меня друг был где выращивают рассказал как все делается и производит эту рыбу это на старая тарелочка это будет русское море таки мы сейчас распределим так чтобы это соль морская экстракт розмарина и форель так это за страны настя будет релочка но самая большая тарелочка это фишка была да потому что там 300 грамм поменьше соответственно это у нас сушка может где 200 так ну и самая маленькая значит так будет так ой слава как чапкает так слава ты рыбку дожидаться будешь? конечно будешь будешь рыбку? так так нет подожди подожди куда? так она хорошенькая жирненькая вообще классненькая то есть мы взяли хотели семгу но получилось что взяли форель подешевле да она чуть дешевле Мариша умеет рассчитывать но если посчитать получается я уже пока ждала пока у нас Саша придет нарезать рыбу я посчитала что вот кусочки русского моря и вот следующий производитель будет Санта Бремор да у них стоимость 100 грамм выходит по 186 рублей фишка выходит дешевле у него выходит 168 рублей за 100 грамм то есть это в принципе у этих стоимость будет одинаково у меня тоже как у оператора все равно идет слюна мы обошли несколько магазинов чтоб найти так это у нас будет получается ой посередине так это посередине это будет сейчас у нас я еще хотела посмотреть дату производства на всех ну свежая да свежий август месяц фишка была тоже август месяц единственное что здесь срок хранения 2 месяца у фишки месяц сейчас посмотрим здесь какой срок хранения от чего он состоит вот тебе а я руку покажу смотри санта бремор не ну подожди так это тебе не нужно я руки твой да да там уже не нужно форель соль морская экстракт розмарина то есть состав у последних двух рыбок одинаковый у первой розмарина не было смотри ну почему картошку сверху да там еще есть наверное картошка для тебя я тебе отсыплю так и последний кусочек получается это 150 граммовый кусочек но по сумме получается мы посчитали по весу если разделить и высчитать 100 грамм он получается одинаков по запаху очень вкусно свеженькая прям тебе из запахов рыбы который из трех понравился больше все понравились всех очень аппетитно но по цвету они практически все одинаково сейчас мы вот сядем за стол саша уже торопится не терпится сесть за стол не так вот это последняя санта бремор такие кусочки по цвету вот эти вот две более яркие и более жирные да вот так вот смотришь более сочные давайте ребят что первое пробуйте тут давайте пробуйте что это у нас это у нас санта бремор да это вот последняя которая очень очень вкусно очень слабо солененькая такая и не сухая да ну отлично а вот если брать получается по цвету по цвету вот эти вот две одинаковых получается та более бледная в этих двух содержится розмарин то и нету и они более сочные мне кажется да так видно они более жирные тебе понравилось? угу так ну давайте следующую рыбку давайте следующую пробуем попробуйте потом я это на стол в узком море? вот это? да да ну что? вкус чуть отличается это более соленая ну да давайте я пробую ну тоже вкусная славик это тум 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 тум, тум тум здесь она более малосольная получилась здесь чуть соленая но тоже очень вкусная как бы не сказать что соль и излишки то есть она не соленая она тоже слабо соленая слова твоё мнение ну-ка давайте главное Какая тебе больше из этих рыбок понравилась? Ну-ка скажи, вот эта понравилась. Это одна соленая, да? Третья. Это получается фишка у нас. Да, это фишка. Где кусочек-то поменьше? Добавим. А я побольше. Давайте. Вот это получается самая соленая из них? Это малосольная. Но вот эти вот с розмарином мне понравились больше. Здесь просто вкус рыбы. Соленый, да? А там еще вкус? Там розмарин? Там розмарин не чувствуется, но она какая-то более нежная. Вот эти вот две более нежные по сравнению с той. Но вот эта более соленая. То есть по-вашему вкусу... Мне вот эта больше нравится. Понятно. Мне вот эта. Первое место занимает какая рыбка? Ну мне вот эта нравится. А маме со Славой это? Получается Русское море. С вас со Славой все-таки мой Санта-Брама больше. Понятно. Ну и получается это никому не вышло, да? Суховатая. Хорошо. Ну давайте теперь я попробую. Начну я все-таки вот с этого. Слава, ты кушай, продолжай кушать. Ты уже как бы заценил, поэтому в любую руку убери. Вот, Настя, ты тоже давай кушай, если кушай. Так, пробовал? Нежно. Прям нежно-нежно. Кусно. Очень вкусно. Сочная, да, Анна? Да, попробуем. Я сейчас картошку специально заел, чтобы... Вкусно не смешивались. Да, не перебивай. А то я же как должен как специалист, как дегустатор. Вот такой вот мясной кусочек. Толстенький, хороший. Это хорошо. Ребята, мы не любим толку рыбу есть. Бутерброд так бутерброд, да? Ну, она реально соленая. И она пахнет уже... Вот, знаете, соленая, когда селедку покупаешь... Ну, согласись, она тоже нежная. Она нежная, но та вот прям... Прям первая... Ну, да, вот та вот, тот край первая. Она прям... Ну, прям вообще хорошая. Давайте картошку заедем тоже. Вот, потом барышки там слюна уже дают. Но самое главное, что когда мы выбирали, мы смотрели, чтобы не было никаких консервантов. И вот посмотрели, да, что получается на всех пачках состав, он, в принципе, натуральный. Да, так, смотрим. Перейдем вот эту. Она более сухая, даже, даже видно, фишка, да, она видно даже, что она вот как бы такими этими идет. Ну, как бы... То есть, так, руки чистые, я буду так раздвигать, видите, как бы она так вот идет. Черт и дырка. Стоялся, простил. Снечак откупуешь? Спасибо. Да, да. Здесь... Она реально более сухая, но она... Кошлая? Для меня. Лучше, чем вот эта. А какая же победила? Лучше, чем... Чем вторая. То есть, на... На... Как вот этот я где-нибудь поставил бы... На второе, да? Да. Вот это я бы поставил на первое, а это на второе. Даша, попробуй прям, чтобы какая-нибудь переводить вкус. А какая-то победила. Очень вкусная. Вот эта. Не, ну мне вот эта сильно заходит. Ну, значит... Ну, что, подведем итог по рыбке. Мы попробовали все три форели. И получается, практически единогласно, не считая Настю, мы отдаем первое место Санта-Брэмар кусочку. На втором месте голоса разделились. Кому-то понравилась фишка, например, Саше. А вот нам со Славиком. И учитывая, что Настя первое бы место отдала... Как-так-так... Что, русскому морю? То, наверное, остановимся на нем. И фишку все-таки оставим на третьем месте. Сразу чек. Давай, Настюш, снимем. Мы ее вот поспали. То есть, в принципе, это у нас просто скидка по дисконтной карте. Там 7% прошла. Покупали все в одном месте. Безакционные товары были. То есть, в среднем мы посчитали, 100 грамм рыбки выходит 186 рублей.